Привет! В Украине продолжают происходить страшные события, и то, что в первые дни оказалось каким-то снящимся кошмаром, от которого получится проснуться, продолжается уже неделю, и приходит понимание, что это вот такая вот жестокая реальность и данность. Я снова попросил знакомых психологов сделать пару небольших видео на тему, как могут себя поддержать люди, оказавшиеся в этом всем простыми методами, не выходя из дома, то есть услышать и сразу же попробовать применить какие-то приемы, какие-то техники, и хотя бы немного снизить стресс, хотя бы немного снизить тревожные или панические состояния, которые кто-то испытывает по понятным причинам из-за происходящего прямо за окном, а кто-то, может быть, по каким-то индивидуальным психологическим причинам. Я Павел Загмантович, и еще три приема для преодоления паники. Первое. Маркируйте аффект, то есть говорите, что с вами происходит. Просто называйте ваши переживания. Конкретно, у меня паника. Вот так, просто, короткой фразой, можно несколько раз повторить, у меня паника, у меня паника, у меня паника, но не больше. Не надо пускаться в объяснение вашей паники, не нужно в нее погружаться, достаточно просто ее промаркировать, назвать. Вместо паники можно подставить что угодно. Страшно, стыдно, больно, тревожно, как угодно. Главное, чтобы вы назвали ту эмоцию, которая у вас есть. Как только вы это делаете, она становится слабее. Не важно, как это работает, важно, что есть огромное количество исследований подтверждающих. Это работает. Маркируйте ваш аффект, называйте коротко в 3-4 слова, и можно это повторять, и уже станет легче. Второе. Соедините вашу речь и жестикуляцию. Предположим, я говорю так. В лесу родилась елочка, в лесу она росла, зимой летом. Вот, видите, моя жестикуляция стала гораздо быстрее, хаотичнее, острее и так далее. С другой стороны, когда я объяснял про свою жестикуляцию, я уже говорил спокойнее, и жестикуляция была соответствующей. Когда в нас бурлит какое-то чувство, нам не всегда легко это заметить, потому что мы можем как-то быть снаружи и смотреть, что происходит. Но если нам нужно успокоиться, выносите как бы состояние изнутри наружу, экстериоризируйте его и помещайте как бы, как бы, как бы, в руку. Жестикуляция, если она будет вот такой, то и речь будет такой же аккуратной, с паузами взвешенной. Если же речь будет гораздо быстрее, и вот жестикуляция станет такой, значит, происходит ажитация. Это такая возгонка панического состояния или просто аффективного состояния, слишком сильная. Соответственно, чтобы ее унимать, смотрите, какая идет жестикуляция. Вы увидите, что обращая внимание на жестикуляцию, через эту экстериоризацию вам гораздо легче как-то унять происходящее внутри вас. Именно благодаря тому, что вы видите это состояние, вы его как бы наблюдаете. Тоже хорошо исследовано. Это можно делать желательно с помощью специальных автомашин, просто машин, не автомашин, а машин биологической обратной связи. Но это можно делать и собственной рукой или двумя руками. Если ваша жестикуляция вот такая аккуратная и речь за ней вот такая же аккуратная, то и состояние эмоциональное будет приближаться вот к этой размеренности. Ну и наконец, третье. Посмотрите вокруг и подумайте, есть ли рядом с вами люди, которым нужна помощь. Забота, внимание, поддержка, что угодно. Посмотрите вокруг и подумайте, кому из них вы могли бы помочь и чем. Когда вы начинаете смотреть вокруг и думать о других людях, времени на панику не остается. Когда вы начинаете думать о том, что сделать, состояние паническое начинает резко снижаться. Нельзя добиться того, чтобы вот никакой паники вообще не было. Для этого нужно много-много раз побывать в этих ситуациях. Но хотя бы несколько снизить панику и хотя бы немножечко благодаря этому сохранить трезвый рассудок и, скорее всего, здоровье и жизнь точно можно. Здравствуйте, меня зовут Андрей Гасан. Я клинический психолог, когнитивно-поведенческий терапевт. И сегодня мне хотелось бы поделиться на фоне тех ужасных событий, которые сейчас происходят в мире, поделиться некоторыми способами, простыми способами того, как можно себе помочь и немножко подрегулировать свое эмоциональное состояние. Конечно же, первым элементом является эмоциональная валидация. В то тяжелое и непростое время, что мы с вами оказались, очень важно делиться, называть и обсуждать свои эмоции, переживания с другими людьми. И кто-то испытывает ужас войны, кто-то испытывает ужас от происходящего, страх, тревогу, стыд, вину, чувство беспомощности, чувство несправедливости. У кого-то даже и чувство восторга и радости. Это может быть тоже таким способом саморегуляции. И так сложилось по биологическим, эволюционным, да и культурным причинам, что страдание является частью объединяющего нас человеческого опыта. Это то, что делает нас теми, кто мы есть, это то, что делает нас живыми людьми. Поэтому, конечно, давайте будем больше проявлять сострадание к себе, к своим переживаниям, к окружающим нас людям и миру в целом. Дальше идут техники, направленные на то, чтобы попробовать немножко переключиться со своих эмоций, да, немножко себя вернуть в такое ресурсное состояние. И здесь нам может на помощь прийти техника с аббревиатурой труд. Что это значит? Т это температура. У нас у всех, у нас есть рефлекс, так называемый рефлекс ныряльщика. То есть, исходя из эволюционных особенностей, когда наш организм погружается в воду, очень важно экономить ресурсы. И поэтому, когда мы умываемся холодной водой или протираем лицо кубиком льда, то у нас включается парасимпатическая нервная система. Это своего рода педаль тормоза. Здесь может также помочь релаксация. Вы можете, я думаю, без труда найти в интернете мышечную релаксацию по Джекобсону. Здесь задача состоит в том, чтобы, например, попробовать напрячь свои руки в кулаки в течение 10 секунд. И затем попробовать рожать и направить свое внимание на то последующее расслабление, которое появится после напряжения. Конечно же, чтобы, да, когда очень много сильных эмоций, у нас активизируется симпатическая вегетативно-нервная система, которая отвечает за стресс, и нам хочется что-то делать, да, не сидеть на месте. И, конечно же, здесь может помочь разное физическое упражнение, будь то пробежка, приседания, отжимания, либо прогулка быстрым шагом. Ну и, конечно же, здесь может помочь нам с вами дыхание, глубокое и медленное дыхание. На 4 счета можно делать вдох, и на 6 счетов выдох. Вдох раз и два, и три, и четыре, и выдох раз и два, и три, и четыре, и пять, и шесть. Затем еще одна техника, которая может нам помочь, это техника с аббревиатурой STOP. Очень часто, когда мы находимся в стрессовых ситуациях, какие-то мысли, какие-то переживания нас могут цеплять за крючок, и мы становимся такими рыбками. Этот крючок может нас дергать, может нас вести за собой. И здесь, конечно же, важно научиться и переключать свое внимание. Быть в настоящем, когда важен фокус на нем, быть в будущем, когда важно планировать, быть в прошлом, когда важно вспоминать. Очень часто наши мысли находятся либо в будущем, либо в прошлом. И здесь очень важно себя возвращать в момент настоящего и переключать себя на те действия, которые в текущих обстоятельствах, какими бы ужасными они не были, но как-то помогали вам справляться с этой ситуацией, либо просто за этими действиями стояли какие-то важные для вас ценности. Суть этой техники заключается в том, что сначала мы останавливаемся, делаем условно паузу, чтобы сейчас не происходило. Затем мы делаем шаг назад, да, можно немножко откатиться, можно облокотиться на спинку стула. И затем мы пытаемся осмотреться, пытаясь немножко себя так заземлить. Вы можете осмотреть вокруг и обратить внимание на пять каких-либо предметов в окружающей вас обстановке. Затем вы можете прислушаться к четырем звукам, к трем-четырем звукам, которые могут сейчас тоже сопровождать окружающее вас пространство. Какие-то звуки за окном, звуки, даже звуки от собственного дыхания, каких-то действий. Затем можно попробовать сделать глубокий вдох, глубокий выдох и попробовать различать некоторые запахи, которые тоже могут нас окружать. И, наконец, последний шаг – это поступать вдумчиво и осознанно. Задайтесь вопросом, насколько сейчас вам полезно пребывать в мыслях о будущем. Насколько сейчас полезно отстраняться, избегать, уделять время чтению новостей, отвлекаясь от своей работы, например, или от текущих каких-то обстоятельств. И попробуйте себя перенаправить на то, а что было бы полезно, чем себя занять, на что обратить ваше внимание. Даже если сейчас очень много этих переживаний и мыслей, которые могут нас цеплять как-то. Я надеюсь, что эти простые, но небольшие техники будут для вас полезны. Спасибо за ваше внимание. Я очень надеюсь, что это хотя бы в какой-то степени, хотя бы кому-то поможет. И еще я очень надеюсь, что это все поскорее закончится. Продолжение следует...